Я вот вижу здесь за нашими столами людей, которые на таких встречах у нас уже не первый раз. И хочу сказать, что мы взяли в традицию, мы взяли в пример, наверное, организации таких встреч. Для чего? Для того, чтобы советоваться с населением нашего города по тем или иным большим проектам, которые предстоят осуществиться на территории нашего города. Первым таким проектом, естественно, была наша центральная площадь. Вы видите сегодня результат этой площади. Всем, конечно, охота, чтобы быстрее там зазеленела трава, расцвелили цветочки, зажурчал наш фонтан, чтобы было тепло, светло, сухо, горели фонари. И мы вечерами сидели там на этих скамейках, днем сидели под этими перголами в тенечке. Все этого хотят, наверное, я думаю, потому что мы этой красоты еще полной с вами не видели. Но это результат, коллеги, нашей с вами работы. Это результат того, что вы, благодаря тому, что принимали участие в разработке этого проекта, очень многое мы в этом проекте с вами изменили. И изменили благодаря жителям нашего города. Второй проект был у нас, это проект по Нижним Баллам. Это историческая площадь за молодежным центром ВАТА. Мы ее тоже разработали. Сегодня, к счастью, финансирование этого проекта подписано со стороны президента нашей страны. Мы ищем дополнительное финансирование, как и на эту площадь. Вы знаете, что больше 80% на эту площадь финансирования было извне, то есть извне бюджетных средств. Такую же проблему нам надо решить по Нижним Баллам. Сегодня проектанты работают по всем тем замечаниям, которые мы с вами сделали. В феврале вместе, да? В феврале мы собирались. Но сегодня перед нами поставлены новые задачи, друзья. Бавлинский муниципальный район принимает участие, хочет принять участие в российском, всероссийском конкурсе лучших проектов в создании комфортной городской среды, включая проведение процедуры оценки. Что это такое и где мы планируем, предлагаем изменить облик нашего города. Все прекрасно в прошлом году видели, как у нас изменилась территория нашего парка Невча. Это бассейн, это прилегающая территория к бассейну. Но сегодня встал такой вопрос, а не изменить ли нам эту территорию бассейна еще в лучшую сторону? И не расширит ли нам территорию этого парка отдыха? Либо к вертолетной площадке, либо чуть-чуть ниже. Об этом мы сегодня будем говорить. Сегодня в России объявлен конкурс. И в конце, в начале мая мы должны будем подать документы на участие в этом конкурсе. На проверку, естественно, да. Не скроем, что проект очень грандиозный. В этом проекте будет участвовать вся Российская Федерация. Понятно, что не все города, малые города получат гранты. Но сразу хочу сказать, что минимальный грант составляет порядка 80 миллионов рублей. Это очень и очень большая сумма для нашего маленького города. И очень большая сумма для того, чтобы парк Невча сделать еще более привлекательным, сделать еще более доступным. Доступным не только в летнее время, но и в зимнее время. У нас будут предложения. У нас сегодня... Свои предложения нам дают архитекторы города Казани. Города Казани. Сегодня мы на слайдах посмотрим предложения наших архитекторов. Роза Ясна выступит на вопросы, ответит Илья Смагинович. Но не будем, наверное, тянуть... Да, что мы сегодня друг от друга с вами ждем? Мы ждем сегодня от вас, чтобы вы внимательно посмотрели на слайды. Сразу же, может быть, задавали вопросы, да, Илья Смагинович? Потому что, ну, возвращаться к тем слайдам... Слайдов много, порядка 40. Трех, да? Ну, более 40. Более 40 слайдов. А, вот так вот сделали, да? Да, коротеренную. Здесь не убрали. Да, коллеги, не стесняйтесь. Поднимаем руку, задаем вопрос. Обсуждаем слайд и шагаем дальше. Что-то понятно немножко, нет? Что-то такие... Вы легалотные после этого, так же, как и мы. Вы живы? Что по времени не думать, мы предлагаем, допустим, не рисовать, не писать, а поход, обсуждать и вносить предложение. Мы будем уже записывать. То есть, если мы раньше делали каждый стол, там, как бы, свое мнение на бумагу наносил, а потом выходить, как говорится, у стены заказывать. Поэтому сейчас давайте лучше в живой дискуссии это все обсудим. Интересные вкладки, интересные вещи, как говорится, которые вы будете предлагать, мы запишем. И будем дальше уже с архитекторами, как и с архитекторами, как и с архитекторами зарабатывать. Так, пойдем? Все, поехали. Сразу скажу, что этот слайд, друзья, он как бы, ну, он ни о чем практически, да? Во-первых, его мелко. Во-вторых, вот, ну, сразу скажу, что слайды были составлены по тому алгоритму, который был предъявлен в рабочем проекте этого конкурса. То есть, для подачи в Москву, для участия, то есть, есть специальный формат, вот, как здесь учитывается, видите, все рельеф, ландшафт, то есть, они специально программы разработаны, чтобы конкурсную заявку, специальный альбом подать. Поэтому мы уже практически, так сказать, финишно, наверное, уже готовы продукцию, что мы просто показываем. Хочу сразу вам сказать, что в проекте, в этом данном проекте участвуют 17 районов республики Татарстан. То есть, и в эти 17 районов тоже мы входим. Сразу предупреждаю, что ландшафтные вопросы, архитектурные какие-то вопросы, да, земельные вопросы, кадастры и так далее, мы эти вопросы давно уже решили, наша архитектура эти вопросы решила с архитекторами города Казани. Это генеральный план нашего общей территории. Указки нету, допустим, а есть указки у кого? У вас, да, я знаю. Показывайте, да? Значит, чтобы было понятно, вот эта вот дорога Казани-Оренбур, которая проходит, вот здесь вот автозаправочная станция, ну, чтобы ориентировались, вот этот вот стадион, бассейн, здесь уже предусмотрели велодорожки, беговые дорожки, так как для спортсменов это востребовано, ну, чтобы могли заниматься и скандинавской ходьбой. И через дорогу предусмотрели стоянку для автомобилей, торговый, пабильон, кафе и гостиницу. То есть учли, что по дороге, когда вот Казани-Оренбур проезжает, очень многие ездят летом в Солилец, чтобы могли, как говорится, там и останавливаться, и отдохнуть, переночевать, перекусить, так сказать. Вот эту площадь, которую сейчас, ну, не востребован, асфальтированную площадку вертолетную, я вот как раз разработал. И лыжная база, кстати, да. То есть для нас, бавлинцев, что было понятно, мы привыкли там машину ставить, лыжи, как говорится, с багажа не доставать, и в лесу на трехгорке кататься, правильно? То есть этот момент тоже ушли в республиканской программе, базовый лыжный, так сказать. Лыжная база, модульная, будет здесь установлена, и уже дальше можно разрабатывать уже саму трассу с подсветкой, с освещением. Ну, это функциональная схема, здесь вот как бы мелко, конечно. Дальше будем смотреть все эти слайды по крупменному варианту. Это вот родолюбная площадка. Буду показывать. Вот это вот прокат, спортивная инвентаря, лыжная база. Вот это вот зеленая, закрытая торговая площадь, для того чтобы мы могли там еще с предпринимателями реализовать какую-то продукцию. Вот это вот гостиничный комплекс для туристов и гостей города. Парковка для автомобилей, мобильная сцена. То есть мы имеем в виду, вот если парковка есть, можно установить, вот если большие города видели, да, там в Казани, наверное, в Уфе, экран на Алифе можно выводить звук. То есть можно прийти на автомобиле летом, ну или зимой, и смотреть фильмы. Как бы этот момент тоже учитывается. Вот здесь по летнему, это летний кинотеатр открыто, да? Ваше мнение, друзья, будет как бы учтено. Нужен нам этот кинотеатр? Или не нужен нам этот кинотеатр? Вот это вот зона кемпинга. Сейчас в России и вообще в мире уже давно, в принципе, распространяется. Видите, да, даже на базе наших советских автомобилей, газы, газон, устанавливаются кемпинги. И очень много вот сейчас семей путешествует, то есть на своем автомобиле. То есть мы хотим, чтобы вот эта вот вся зона везде, в туристических маршрутах, был как уазис. То есть люди, которые путешествуют, начнут здесь, можно остановиться, переночевать, заправить автомобиль, как говорится. Ну, что есть, все, так сказать, необходимые вещи для путешествия приобрести и дальше поехать. Посмотрите, но искупаться в бассейне в летнее время будет. Да, вплоть до того, что у нас там будут разработаны маршруты. Если даже людям, ну, на один, на два дня остановились, чтобы мы могли здесь уже в городе показать им наши, так сказать, маршрут, музеи, достопримечательности, памятники какие-то, там, не знаю, на природу куда-то свозить. То есть мы-то, конечно, привыкли, но люди, которые с городов откуда приезжают, есть с чем, как говорится, бывают. Дальше планируется, друзья, агротуризм. Агротуризм. Знаете, что у нас на территории нашего города, районок, компактно проживают четыре основные национальности. Это гурты, чуваши, русские, татары. И вот как раз эти четыре национальных группы центра, они у нас все находятся недалеко до, что Потапова, чуваши, что гурты в Рустамаке. Ну, татары, понятно, русские, понятно. Вот в этих сельских поселениях даже можно организовать агротуризм. То есть подборье, где людей, которые будут приезжать, например, я не знаю, из других городов, из других областей, проезжать, ночевать, мы можем вводить их туда на дискуссию. Но это опять-таки в планах, это опять-таки нам нужно вместе с вами организовывать, собираться, обсуждать, ну и так далее. Ну, здесь уже съезд на лыжную трассу, выезд, событийная площадь, здесь уже экран, вход в кафе, торговлю. Ну, это просто как показывается, как этот, как сказать, маршрут уже движения. Вход на площадь. Два входа, раз, два. Это уже разбиты по частям. То есть это вот сцена, экран. Ну, и предусматривалось, что если в зимний период вот эта площадь залить катком и делать массовый, ну, так сказать, прокат. Вот это вот как раз организация летового катка в зимнее время. Как мы говорили, чтобы мы его могли только в летний период использовать, и в зимний период. Это вот предлагается. Вот здесь вот гостиница. Прокат лыж и зимнего инвентаря. А здесь вот эту площадку заливать, как говорится, под лед, для массового катания. Вот пример в таком формате организации летнего кинотеатра. Вот тоже нужно посмотреть, оставлять его, не оставлять. То есть будет ли он обостребован, как говорится, не только для павлинцев, а то есть для бухгульминцев, жителей города Октябрьский, будет ли они приезжать, есть ли никто в этом городе. А если не он, то что? Если не камерский кинотеатр, вот у нас кинотеатр здесь напротив есть, да, но, к сожалению, очень много, вернее, мало людей туда входит. То есть будет ли он обостребован. Поднимите руки, кто какой-то раз сходил в кинотеатр в нашу. И все. Опустите. Хорошо, если даже в кинотеатр, вот лично моим юлицам, и в другим городам катался, да, есть такого. То же самое шла сейчас, ну вот, допустим, Буэлл, да, КХЛ, сейчас идет чемпионат Европы, там, по хоккею, футбол, и тогда это все. Но вчерашний матч можно было вывести на экран, так сказать, и с последованием. Да, и если будет у нас, азберная лыжка, то есть там у нас, соответственно, будет соревнование по лыжам, и биатлон, и тогда это все. Все, мы результаты можем выводить на этот экран. То есть востребованность, во всяком случае, будет. И, допустим, ту же площадь, видите, вот, где экран встает, можно проводить, допустим, скатить, которые раньше были в Булон. Если помните, на электролётной площадке. А с кемтики говорят, кху ли на нее будут собираться? А он и тогда собирался. Понимаете, то есть можно разделиться на два фронта, да. Кто-то говорит, что нужно, кто-то говорит, что не нужно. Потому что, на самом деле, создавать такие мероприятия, иногда понятно, что, как-то, лезть рядом, например, по профилактике правонарушения, да, проблемы у нас какие-то будут. Те же самые мероприятия проходят, те же самые отряды, в очки, даже все здесь, да. Ну, ты так и говорят, да. Пускай туда ездят. Это уже сам бассейн. Здесь плохо видно, я сейчас до другой картинки. Вот предлагается существующий бассейн. Это вот из, так сказать, дерево уже сделает в плавный спуск. Чуть по-другому. Это со стороны, коллеги, это со стороны трамплина, где вот трамплин у нас есть. Вход со стороны ГДУ. Вот он, в другом ракурсе. Тоска. Песня. Цель уже в развитии. Что? Где цель будет получиться? Назад вернуть. Получится назад вернуть. Вот, коллеги, здесь зона будет такая, она немножко будет, как сказать, ну, здесь можно будет приобрести в аренду полотенца, здесь можно приобрести в аренду бежаки. Очки, маски. А? Очки, маски. Очки, маски, пластырь. Трубки. Акваланги. Машинки, все что угодно, да. Машинки или глистин. Ну да. Ну, естественно, если мы через дорогу обустраиваем площадку, ну, вертолетную площадку, и все-таки это движение в категориях у дороги, ну, федерального значения, то есть большие грузы, да, большой поток автомобилей, тоже предусмотрели, вот, если дорогу посмотрели, да, чтобы на велосипедах пешком на коляске можно было попасть уже в сторону бассейна. Вот, вот он. Чтобы вы поняли, коллеги, вот можно на завтром его слайд. Вот смотрите. Вот здесь стоянка автомобиля. Здесь у нас вертолетка. Здесь у нас светофор. Вот здесь вот на дорогу. Вот светофор здесь, Алойловский светофор. Мост начинается около лягушатника. Ну, вот здесь сейчас лягушатник находится, да, дети, где как плавают, образно говоря, угол. Да, угол. Вот он там начинается, идет в круговую мимо каруселек. Каруселку придется немножко подвинуть, если мы как-нибудь принимаем. Поворотом идет и переходит через дорогу. Поняли с футбол? С футбол немножко. Он будет пешеходный. Он будет не широкий. Вот он сам, посмотрите. Это он выходит на вертолетку. Опускается на вертолетку уже. Почему такой мост учли? Потому что в микроэйне у нас есть и шпотный мост через дорогу. Но, к сожалению, так сказать, люди преклонного возраста неудобно подниматься с вещами, и они, как говорится, нарушают после перехода дороги. А здесь можно было видеть за вертолетом на велосипеде и пешком спокойно перейти через дорогу. Внутри сделать вот такие кафе, поставить там, чтобы на что упасить не хватает. Приходишь, купаешься, вроде бы лежишь, загораешь. Но с детьми, допустим, нету кафе, куда-то что-то можно полноценно. То есть утром прийти, до вечера там пробыть. Поэтому мы ушли тоже. Это дорожка, знаете, для коленей? Это дорожка от входа МГДУ. Мы заходим вот внизу, да? Вот там внизу, там, там внизу заходим и поднимаемся по той дорожке. Здесь ее просто немножко сделали, ну, таким полуповоротом. Она принципи ровная. И вот вдоль этой дорожки эти кафешки. Ну, здесь, если ближе посмотреть, ну, здесь вот коричневое это основное пешеходное направление. Синий – это... Потоки машины? Синий – это, ну, это федеральная трасса обозначается. Ну, то есть автомобиль, автомобильная дорога, да. Магистраль – это тонкое районное значение, чуть ширнее – это федеральное значение, то есть городе нагружено. Зеленый – это вот этот, или бирюзовый, велосипед, лыжный маршрут. То есть летом – это велосипед, естественно, зимой – лыжный. Автобусная остановка – понятно. Кейппинги, парковки. Ну, это просто схематично. На карту нанесли, то есть все было понятно. Для этих, ну, как его, дежурит. Здесь уже схема организации изменения, то есть какие насаждения будут. Кустарники, широкоистые деревья, шумозащитная полоса. И здесь уже покрытие, схема покрытия. То есть детская зона, газон, речной песок, террасная доска, на меру дорожки, комбинированная либо асфальт, либо ледяная крошка. Ну, и здесь тоже, то же самое. Схема освещения. То есть здесь уличные светильники какого типа, диодная подсветка, мачтовые светильники и существующие освещения, которые есть на свежие. Они здесь вот тоже размещены. И вот такие типы освещения предлагаются. Это вот уличный светильник, мачтевый, то есть высокий. Уличный светильник такого типа и вот таких типов. Это уже на пятниковой зоне. Схема расстановки маффов. Это малая архитектурная форма. Скамейки в основном и навигация, и урны. Навигация, то есть по направлению движения, схематичная, и вот урны, как же все. Это вот уже скамейки, урны, какого-то тут. Навигация такого типа. Урна, скамейки, такого типа и у другого. Три типа скамейки. Такие скамейки, в принципе, на площади у нас уже есть. План культурных мероприятий. Здесь, конечно, мелко написано. Мы здесь для комиссии... Да, мы просто вам, как мы говорим, что для комиссии мы учли, что мы там планируем проводить. В летнее время, в зимний период, то есть детские праздники, Нептун там на бассейне, Малый там сабантует, да, мы проводим. Ну, то, что там проходит, все постарались включить сюда. Вот они. Уже в виде фотографии. Вот эта вот зона, про которую мы сейчас говорили. Номер один – это вертолетная площадка, вторая – это существующий бассейн. И мы здесь вот показали план культурных мероприятий. Если вот кто-то захочет провести экскурсию, чтобы можно было, начиная отсюда, пройтись по нашему парку боевой славы и вернуться обратно. То есть по нему уже показать, там и музей посетить, памятники наши рассказать. Это кто участвовал в разработке, это наша общественная организация. Все.